добрый день предлагаем вам связать удобный теплый и модный детский комплект из шапочки и манишки в этом видео мы вместе с вами свяжем манишку а мастер-класс по вязанию шапочки вы найдете по ссылке в описании под видео приятного вам просмотра итак вязать нашу манишку мы будем из пряжи вот катя мерина сплэш 80 процентов овечья шерсть первого застрига и 20 процентов вискоза вязать я буду ее на спицах двух диаметров спицы номер три либо 325 для вязания резинок и спицы номер три с половиной для вязания основного полотна я буду использовать короткую леску и укороченные спицы для вязания по кругу вы можете использовать длинную леску и вязать способом magic loop для обхвата головы 52 сантиметра я буду набирать 80 петель сколько петель набирать на другие размеры а также текстовое описание манишки вы найдете в ссылке под кнопочкой еще начинаем делать набор петель отмеряем короткий конец нити в три длины полотна то есть примерно полтора метра набор петель наш будет называться обратный скрестный набор потому что наша манишка будет с подворотом и лучше чтобы на подвернутой части у нас были лицевые петли и так коротким концом к себе набрасываем на два пальца нить и зажимаем далее берем спицу она проходит под нитью и на и переворачивается на сто восемьдесят градусов дальше у нас на пальцах 1 2 3 4 нити вот к себе идем берем четвертую нить вторую нить и петля у нас формируется на указательном пальце две петли сформировалась первая воздушная 2 обычная 4 нить к себе движением 2 нить и в петлю на указательном пальце 4 2 на указательном пальце так нам необходимо набрать для моего размера 80 петель плюс 1 петля для замыкания в круг когда петли набраны нам необходимо замкнуть полотно в круг обратите внимание что набор обратный скрестный и мы видим изнаночные бугорки на лицевой стороне вся косичка должна смотреть внутрь берем первую воздушную петлю которую мы набирали и переводим на правую спицу далее берем последнюю петлю и набрасываем на первую воздушную далее зажимаем все мы соединили в круг и начинаем вязать резинку один на один 1 изнаночная 1 лицевая вяжите резинку удобным для вас способом и так и горловина манишки готова она у меня получается 15 сантиметров и теперь мы начинаем разделять на перед и спинку и делать погоны я буду делать погон из 8 петель то есть здесь вот у меня начало ряда я отсчитываю раз два три четыре с одной стороны и 4 петли с другой стороны раз два три четыре теперь мы отсчитываем тридцать две петли им ставим маркер отсчитываем 8 петель ставим маркер теперь еще раз все перепроверяем то есть здесь должно быть 32 петли здесь должно быть 32 петли и по 8 на каждом погоне и начинаем вязать нашу манишку по принципу реглан-погон так начинаем вязать первый ряд петли погона будем вязать продолжать вязать резинкой после каждого маркера на погоне мы будем делать прибавление в каждом ряду прибавление мы будем делать с помощью воздушной петли к себе и от себя нить идет к себе сделали прибавление изнаночную сделали и начинаем вязать узор на пропускаем петлю лицевую изнаночную лицевую заходим за них захватываем рабочую нить и надеваем на спицу после этого мы две петли вместе ту которую только что сейчас сделали и первую лицевую провязываем вместе далее вяжем изнаночную и лицевую обратите внимание что здесь очень важно чтобы петли не получали скрещенными их нужно вязать за правые стенки далее вяжем изнаночную петлю и все это повторяем поднимаем 2 вместе изнаночная любым удобным для вас способом и лицевая изнаночная так мы вяжем наш узор до маркера погона снова лицевая изнаночная лицевая мы их пропускаем вытягиваем рабочую нить вяжем 2 вместе изнаночная лицевая и прибавка прибавка по направлению к погону то есть нить идет за за работой вот она прибавление влево переснимаем маркер и вяжем погон резинкой 1 лицевая 1 изнаночная после маркера снова прибавление по направлению к погону то есть вправо нить будет перед работой вот так и надеваем и снова изнаночная и начинаем вязать узором до маркера довязали узор не хватает изнаночной мы делаем прибавление по направлению к погону то есть влево нить за работой сделали вяжем погон и у нас получается следующий ряд следующий ряд мы также будем делать прибавление в этом же направлении то есть нам необходимо сделать прибавление вправо нить к себе и снова вяжем но уже не узор авто второй ряд рапорта узора будет лицевая изнаночная здесь у нас идет изнаночная петля значит следующее у нас будет лицевая то есть и прибавленная распределяем также по принципу резинки изнаночная лицевая изнаночная и доходим до конца последнее у нас будет изнаночная и снова и прибавление по направлению к погону то есть вправо нить за работу дошли до последней петли изнаночной и и провязываем и делаем следующую прибавку по направлению к погону то есть влево нить за работой погон также провязываем погон также провязываем резинкой снова делаем прибавление по направлению к погону то есть вправо нить перед работой здесь распределяем это было изнаночная значит провязываем лицевой изнаночная и снова вяжем резинку до следующего маркера возле которого делаем прибавление последняя петля перед маркером прибавленная провязываем ее изнаночной прибавляем по направлению к погону то есть влево нить за работой и провязываем полностью погон изнаночная лицевая маркер начала ряда маркер погона делаем прибавление по направлению к погону то есть вправо так и здесь у нас уже более сложная конструкция получается нам сейчас необходимо будет вязать узор дальше мы получается здесь делаем изнаночную первую петлю далее вот эту конструкцию лицевая изнаночная лицевая также протягиваем наш обычный узор снова изнаночная и дальше вяжем также узор и он у нас получается будет шахматном порядке расположен от предыдущего ряда не забываем делать прибавление у погона возле каждого маркера доходим до конца ряда здесь у нас получается лицевая изнаночная и последняя тоже будет провязываться лицевой мы делаем тоже протяжку первые две вместе получается лицевой потом изнаночная петля потом лицевая петля и снова прибавление в направлении к погону влево нить за работой вяжем погон снова делаем прибавление по направлению к погону нить перед работой вправо у нас тут также получается первая изнаночная лицевая изнаночная лицевая пропускаем протягиваем нить вяжем здесь две вместе изнаночная лицевая изнаночная и так вяжем узор до конца ряда делаем прибавление в конце ряда и снова в конце ряда протяжка лицевая изнаночная лицевая снова прибавка по направлению к погону влево погон маркер начала ряда снова прибавление у нас здесь будет и так мы включаем постепенно петли в узор следующий ряд у нас просто будет лицевая изнаночная потом повторение первого ряда провязали погон сделали прибавление вправо здесь у нас будет лицевая изнаночная то есть первое вот у нас идет лицевая изнаночная лицевая изнаночная так мы провязываем до конца ряда делаем прибавление опять же величина этого погона может быть по желанию кто-то может например на ребенка помладше сделать два сантиметра один сантиметр внутри на постарше либо на взрослого человека 45 сантиметров я сделаю на ребенка шести пяти шести лет а погон величиной три сантиметра с одной и с другой стороны тогда он не будет слишком объемным но будет хорошо лежать на плечах так измерим у меня уже погон получается вот он четыре сантиметра вот от начала до конца вот четыре сантиметра и я теперь перехожу на вязание поворотными рядами я сейчас связала ряд узором и мне следующий ряд необходимо вязать лицевыми и изнаночными резинкой собственно этот ряд у меня будет изнаночной теперь мы будем резинку вязать по изнанке а узор вязать по лицу мне теперь необходимо я буду перекручивать спицы вот он мое начало ряда и теперь я буду вязать по изнанке ровно до половины погона не делая уже никаких прибавок и так первая петля здесь да у нас будет кромочная мы ее снимаем с нитью за работой вяжем резинку здесь маркер можно оставить для того чтобы понимать где у нас узор а где у нас резинка здесь у нас идет изнаночная значит первая будет лицевая и вяжем то что видим видим лицевую вяжем лицевую видимо изнаночную вяжем изнаночную вот доходим и до маркера у нас получается вот лицевая изнаночная маркер переснимаем 4 петли резинки после маркера будет изнаночная лицевая изнаночная лицевая и все сейчас я закручу эту леску получается на одних спицах у вас будет перед на другом спинку теперь переходим на лицевую сторону и начинаем вязать узор полностью потом изнанкой вяжем лицевые изнаночные лицевые изнаночные и так до той длины которая необходима я буду делать детали одинаковой длины тоже меня еще остается целый моток пряжи в этой пряжи очень интересно то что смотрите идет разная крутка то есть полмотка скручена вот таким образом и полмотка скручена таким образом поэтому ровно половину мотка я вывяжу на одну половину детали и ровно половину мотка я вывяжу на вторую половину детали после того как необходимо длина манишки провязана у меня это 10 сантиметров можно вязать и длиннее я перехожу на спицы 325 и буду вязать резинку 1 лицевая 1 изнаночная как по лицевой так и по изнаночной стороне я связала 10 рядов и начинаем закрывать первую петлю снимаем видим лицевую провязываем лицевую первую петлю набрасываем на нее видим изнаночную провязываем изнаночную любым удобным для вас способом и первую петлю набрасываем на нее также видим лицевую провязываем лицевую и набрасываем и так полностью закрываем нижний край нашей манишки итак самая последняя петля я провязываю ее изнаночной набрасываю одну петлю на другую вытягиваю нить обрезаю и вот эту вот нить которую я обрезала протягиваю сквозь оставшуюся петлю так край наш точно не распустится теперь по такому же принципу начинаем вязать вторую часть манишки провязываем ряды по узору потом 10 рядов резинкой и закрываем полотно я покажу вам уже финальный резинкой части хочу вам напомнить что мы начинаем вязать с изнаночной стороны первую петлю снимаем и начинаем вязать лицевая изнаночная лицевая маркер который отделяет кузов весь узор вот это вот у нас изнаночная значит первая будет лицевая итак мы теперь вяжем до конца ряда следующий ряд будут уже узором наша манишка готова а мы надеемся что наш мастер-класс вам понравился и вы по нему свяжете для своего ребенка удобную и теплую манишку всего вам доброго